Российские власти сообщили о новых атаках беспилотников. А вот в Брянской области сообщается об атаке на комбинат «Слава». Российские издания пишут, что два дрона упали около резервуаров с топливом, но серьезного пожара якобы удалось избежать. Напомню, что вчера в России произошло сразу несколько взрывов на аэродромах. Под Рязанью взорвался бензовоз. Там погибли три человека, еще шесть пострадали. Еще один взрыв произошел на аэродроме в Энгельсе Саратовской области. Российские телеграм-каналы сообщали, что его также атаковал беспилотник. Повреждения получили два бомбардировщика Ту-95. Американская газета «Нью-Йорк Таймс» написала, что дроны, которыми атаковали аэродромы, запустили с территории Украины. Но Киев информацию не подтверждал. Сотрудники Красного Креста эвакуируют жителей Купинского района в Харьковской области. Сам Купинск и окружающие села ВСУ вернули под свой контроль в ходе наступления еще в сентябре. С тех пор район на границе Харьковской и Луганской областей ежедневно подвергается обстрелам. Из-за этого городская инфраструктура разрушена, а в большинстве домов нет отопления, электричества и воды. При этом температура в Украине уже опускается до минус 10 градусов по Цельсию. Многих людей вывозят в Харьков. Там же разместили около полутора тысяч переселенцев из области, преимущественно из Купинского района и Волчанской общины. Телеканал «Суспильный» сообщал, что в городе обустроили 12 общежитий. Но из-за того, что поток людей увеличился, для них готовят еще больше зданий. По словам волонтеров Красного Креста, сейчас заявки на эвакуацию из Купинского района поступают даже от тех, кто ранее категорически отказывался уезжать. Здесь мама с дочкой, причем мама с 35-го года рождения потихонечку ходит, а вот дочка, она 50-х годов, и она не ходит. И тоже слезы, и жалко уезжать, но становится все понятнее, что нельзя здесь оставаться. Президент Украины приехал на Донбасс. Владимир Зеленский записал видео на въезде в город Славянск. Оттуда он поздравил украинскую армию с Днем Вооруженных сил страны. Подробности визита Зеленского пока остаются неизвестными, но отмечу, что город Славянск находится всего в 45 километрах от Бахмута, где сейчас идут самые ожесточенные бои. Город стал главной целью российских войск. Они пытаются захватить его еще с середины лета, но за это время, по данным украинской стороны, западных аналитиков продвинулись лишь на несколько километров. Британская разведка ранее сообщала, что Бахмут не имеет никакой стратегической ценности для российской армии и стал для них политической целью. Большинство населения, по данным украинских властей, эвакуировалось из Бахмута. Тем не менее, порядка 12 тысяч жителей все еще остаются в городе. Из-за непрекращающихся обстрелов у них нет газа, света и воды. Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Вовсе президента Владимира Зеленского сообщили, что он состоялся в формате 60 на 60. В Украину вернулись военнослужащие ВСУ, Нацгвардии и пограничные службы, в том числе взятые в плен в Мариуполе. В Минобороны России также подтвердили этот обмен. Отмечу, что это уже пятый обмен пленными между Киевом и Москвой за последние три недели. Предыдущий состоялся 1 декабря. Тогда же Владимир Зеленский сообщил, что всего Украина смогла вернуть более 1300 военнослужащих, попавших в плен. Американский институт изучения войны связывает рост интенсивности обменного процесса с попыткой Минобороны России снизить недовольство в российском медиапространстве. Ранее ведомство не раз подвергалось критике внутри страны из-за недостаточного внимания к российским военнопленным. Также сегодня стало известно об очередной передаче тел украинских военных. Власти страны сообщили, что им удалось вернуть еще 49 тел. Всего с конца мая вернули больше 800 погибших военнослужащих. Латвия аннулировала лицензию на вещание телеканала «Дождь». По словам главы Национального совета по электронным СМИ страны Иверса Аболинша, решение было принято в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку. «Дождь», в свою очередь, назвал все обвинения в свой адрес абсурдными. Вещание в Латвии команда «Дождя» прекратит уже послезавтра, 8 декабря. Кроме того, ведомство намерено добиваться и блокировки трансляций «Дождя» в Ютьюбе, чтобы они не были доступны жителям Латвии. Напомню, ранее телеканал оштрафовали за показ в эфире карты с аннексированным Крымом в составе России, а также за слова «Наша армия» по отношению к вооруженным силам России. Но самый большой резонанс вызвали слова ведущего Алексея Коростелева. В прямом эфире он сказал, что телеканал смог помочь российским военным. Руководство «Дождя» заявило, что никогда не оказывало помощь армии России, извинилось за слова Коростелева и прекратило с ним сотрудничество. Сам Коростелев назвал произошедшей оговоркой и заявил, что слова были вырваны из контекста. После начала войны «Дождь» прекратил вещание в России и получил лицензию в Латвии. Там работает основная часть редакции канала. У берегов Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров. Это связано с введением потолка цен на российскую нефть, сообщает Financial Times. По данным издания, турецкие власти требуют доказать, что нефть застрахована. Решение о введении потолка цен вступило в силу накануне, 5 декабря. Его принял ЕС, страны группы Семи и Австралия. Согласно ограничениям, танкеры с российской нефтью не смогут страховать ее на Западе, если стоимость товара выше 60 долларов. Именно на таком уровне установлена предельная цена. В результате, по меньшей мере, 19 танкеров не могут выйти из Черного моря. При этом, по данным Financial Times, большая часть нефти в них – это казахстанский экспорт. Сырье доставляется по нефтепроводам в российские порты на Черном море и не подпадает под санкции. Напомню, цель ограничений Запада – снизить доходы России, при помощи которых страна финансирует войну в Украине. При этом западные страны хотят сохранить российские поставки на мировой рынок. И к другим темам. В США расследуют работу компании Илона Маска «Невролинк». Ее подозревают в нарушении прав животных, на которых проводятся исследования. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Расследование началось из-за жалоб сотрудников компании. Они утверждают, что из-за давления со стороны Маска опыты проводятся в спешке и приводят к ненужным страданиям и смертям животных. По словам специалистов, за последние четыре года в результате исследований погибли около полутора тысяч особей, в том числе овцы, свиньи и обезьяны. Компания «Невролинк» создает мозговые чипы. Разработчики считают, что они помогут людям с неврологическими заболеваниями. Официально руководство «Невролинк» заявляет, что в ходе исследования после имплантации мозгового чипа погибли около 20% обезьян. Сотрудники, в свою очередь, утверждают, что многих ошибок можно было бы избежать. Это главные новости к этому часу. Я Евгения Тукарь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин